Дорогие друзья, наконец-то я начинаю свой курс по искусственному интеллекту. У нас уже скоро будет 50 тысяч подписчиков. Подписывайтесь быстрее. Чем быстрее вы подписываетесь, тем быстрее я буду выкладывать эти курсы. Потому что всё зависит от вашей реакции, от вашей обратной связи. Но с чего я хочу начать? Я хочу начать с мотивации. Мотивация – это самое главное в любом обучении. Неважно, что вы начинаете, какой курс вы заканчиваете. Если у вас нет мотивации его закончить, вы никогда не дойдёте до конца. Об этом моя книга, об этом все мои видео. Я каждый раз, когда разбираю какую-либо профессию, людей, которые находятся в этой профессии, мотивирую использовать искусственный интеллект. И не так просто я об этом вам рассказываю. Давайте пройдёмся по мотивационному листу и поймём, зачем же нам обучаться искусственному интеллекту. И что мне это даст. Поехали! Друзья, я начну, наверное, с самого главного. Топ-1. Это заработная плата. Вы уже видели, сколько зарабатывают инженеры по искусственному интеллекту. Проверьте все последние новости. Если вы не знаете, где их проверять, запишитесь на мой канал Нейромозг.еи в Телеграме. И вы всё увидите, вы всё узнаете. Сколько зарабатывают реально сейчас программисты в области искусственного интеллекта. Многие из них зарабатывают миллионы долларов. Но это самое главное, что только начало, мы только начинаем переходить в сферу искусственного интеллекта. Если вы профессионал, или вы только начинаете свою карьеру в какой-либо профессии, то и вы можете зарабатывать такие же деньги совсем скоро. Самое главное – развиваться в этой области. Применять искусственный интеллект у себя уже прямо сейчас на работе. Думать, где и как он может вам помочь. Как улучшить можно эту профессию. И только тогда у вас будет классный, крутой заработок, который будет соответствовать вашему уровню. Поэтому первое, ребята, это деньги. Хотите использовать искусственный интеллект, хотите обучаться, скорее всего, вы получите плюс к своему доходу. Топ-2. Представьте, что вы уже изучаете искусственный интеллект. И вы уже делаете первые шаги. Как вы думаете, если вы задаете запрос какому-то искусственному интеллекту, и он вам выдает какой-то уникальный ответ. Это как лотерея. Вы можете получить такой инсайд, который никто никогда в жизни, скорее всего, не получит. И кто бы там ни говорил, что искусственный интеллект – это модель, которая сейчас работает примитивно, неправда. Сколько раз я сталкивался с тем, что, задавая один и тот же вопрос, я реально получал разные инсайды, и они были очень интересны. Поэтому это в какой-то момент в данную ситуацию лотерея, и вы, получив какой-то крутой инсайд, тоже можете применять его в своей профессии. Поэтому, ребята, ваши идеи, ваши мысли, когда вы работаете с искусственным интеллектом, уже приносят доход вам. Когда вы только начинаете вводить какие-то обычные запросы в систему, вы уже можете на данный момент даже зарабатывать на этих инсайдах. Поэтому применяйте искусственный интеллект прямо сейчас, обучайтесь, и скорее берите мой курс. Ребят, третья мотивация. Если вы уже зарабатываете хорошие деньги, у вас очень хорошая работа, то, скорее всего, вы уже заметили, как увольняют людей в Штатах. Там десятки тысяч людей теряют работу. Потом они снова находят, нанимают людей. А смысл в чем? Смысл в том, что бизнес хочет видеть людей, которые могут обучаться, обучаться очень быстро. Многие, кого уволили, не хотели изучать искусственный интеллект. Они были против него, их сразу же уволили. Поэтому не думайте, что это вас обойдет стороной. Если вы считаете, что искусственный интеллект вам не нужен на работе, то, скорее всего, вы потеряете свое рабочее место. В тандеме с искусственным интеллектом вы незаменимы. Но если вы думаете, что искусственный интеллект не заменит вашу работу, то вы глубоко ошибаетесь. Поэтому моя третья мотивация. Если вы уже круто зарабатываете, вы уже находитесь на каком-то хорошем рабочем месте, и у вас есть уже какой-то классный бизнес, чтобы это место не потерять, берите мой курс по искусственному интеллекту. Начинайте его изучать. Так, ребята, четвертый, самый важный для меня, мне кажется, мой топ. Вот лично для меня. Вы сможете обрабатывать огромное количество информации. Когда-то нам говорили, каждый человек должен читать по несколько книг в месяц. Теперь вы можете читать по несколько книг в минуты, в секунды, получая оттуда самые важные инсайды. Любая книга, скорее всего, завязана на том, что есть какая-то кульминация, либо суперважная информация, ее нужно дарыть, ее додумать. Но теперь это возможно с искусственным интеллектом. Если вы любите обучаться, копать везде, искать правду, скорее всего, искусственный интеллект вам в этом сильно поможет. Более того, люди, которые делают все различные ресерчи по своей работе, по маркетингу, по продажам и в других сферах работают, тоже нуждаются в этой технологии. Вы пролистываете миллионы книг. Но когда вы увидите, что эти миллионы книг говорят об одном и том же, только другими словами, вы убедитесь, мы ходим вокруг да около. Просто вот так, да, по кругу. На самом деле никакая вам новая книга не даст вам ничего, потому что эти книжки были написаны очень давно. В сферу искусственного интеллекта все меняется. Будут меняться книги, будут меняться стратегии, будет меняться все. Поэтому, ребят, пункт номер четыре. Это умение работать с информацией в нашем существующем новом мире. Мире AI. Ребята, топ-5. Семья и дети. Чем раньше вы освоите искусственный интеллект, тем быстрее вы сможете обучить ему вашего ребенка. Вы сможете его обезопасить. Если, скорее всего, у вас есть брат, сестра, бабушка, дедушка, мама, папа, они еще не знают, как использовать искусственный интеллект, вы им поможете. Это сильно изменит их жизнь. Поэтому, обучаясь сегодня, прямо сейчас, вы берете на себя обязанность обучить человека, который живет с вами рядом. Потому что уже другие люди это делают. Уже в других странах это происходит. Родители специально дают работать с искусственным интеллектом ребенку. Все вот эти фейки, что искусственный интеллект делает человека глупым, он просто убивает мозг. Какое-то мышление. Все это глупости. В искусственном интеллекте есть много крутой информации, где вы не найдете ни в одной энциклопедии мира. Если ребенок общается правильно с искусственным интеллектом, он становится умнее, мудрее, он обучается. И самое главное, это его спасает от какой-то лжеинформации. Сейчас искусственный интеллект на таком уровне, что он перепроверяет себя миллионы и миллионы раз. Понимаете? Поэтому топ-5. Семья и дети. Я вас мотивирую именно этим. Ребята, пункт номер 6. Новые знания и новые профессии. Если вы начнете изучать искусственный интеллект и работать с ним ежедневно, то вы поймете, что у вас есть много свободного времени теперь на изучение других тем. И возможно, там, в этой теме, вы будете развиваться также. Возможно, вы получите новую профессию. Совершенно другую, о которой вы даже раньше не думали. Искусственный интеллект освобождает ваше время. Но самое главное, она дает возможность вам обучаться, находить новые знания и новые профессии, что приведет, естественно, к пункту номер 1. Всегда смотрите на пункт номер 1. Это деньги, зарплата, круглый хороший счет в вашем банке. Ребята, пункт номер 7. Конечно же, время – это то, что мы тратим ежедневно на работу. Если я скажу, что в будущем человек будет работать максимум часа, а может быть два, проверяя, что делает искусственный интеллект, а все остальное время вы можете посвятить семье, физической культуре, своему здоровью, путешествиям, то наверняка это сильно вас замотивирует. Меня очень сильно мотивирует, конечно же, пункт 5. Но пункт 7 я считаю для себя тоже очень важным. Я люблю проводить время, занимаясь спортом. Я люблю проводить время со своей семьей. Поэтому для кого это очень важно, помните, что с искусственным интеллектом вы можете работать меньше, делая ту же самую работу. Поэтому время – пункт номер 7. Ребята, пункт номер 8 – это свобода. Искусственный интеллект дает свободно мыслить, вы можете свободно общаться. Если вам нужен психолог, пожалуйста, вам нужна поддержка друга, пожалуйста, не у всех есть время сейчас вам помочь. Если вам нужна какая-то экспертиза, пожалуйста, обращайтесь к искусственному интеллекту. Да, он пока не точен в некоторых моментах, но, ребята, это дело времени. Он будет намного лучше, эффективнее, чем сам человек. По многим вопросам. Поэтому, если вы заинтересованы в свободе, в свободе мыслей, в свободе мнений, вам не с кем поговорить, вам некому обратиться, либо у вас нет денег на какого-то хорошего психолога, обращайтесь к искусственному интеллекту. И я за ним будущее. Ребята, это все. Все 8 пунктов. Идем дальше. Курс только начинается.